Количество детей и подростков с расстройством аутистического спектра в Краснодарском крае возрастает последние годы. Необходимо вовремя выявлять такие нарушения и предупреждать небезопасные последствия. О том, как усовершенствовать уже действующую систему психолого-педагогического сопровождения детей с этим расстройством, с учётом их индивидуальных особенностей в развитии, и шла речь на заседании круглого стола в Славинске-на-Кубани. В Краснодарском крае успешно ведётся работа с детьми-аутистами. Сейчас такие дети учатся в общеобразовательных и коррекционных школах и детских садах. На Кубани работает сеть специальных учреждений, оснащённых современной техникой. Есть и хороший соответствующий педагогический состав. Кубанские преподаватели и психологи проходят серьёзную подготовку, изучают лучшие методики работы. Именно для того, чтобы обменяться передовым опытом и определить пути развития, и был проведён в нашем городе круглый стол, в котором приняли участие представители Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, Центра диагностики и консультирования, заместитель председателя общественного совета при Министерстве здравоохранения края, заместитель главы Славинского района по социальным вопросам, представители образовательных организаций, а также специалисты Инклюзивного центра раннего развития «Росток Надежды». Я очень рад, что проводится этот круглый стол именно в Славянской Накубане, потому что комплексный подход к различной категории детей, которые должны получать образовательный процесс, развивающий процесс, то здесь есть. И то, что мы ездим во многие муниципалитеты и видим эту работу, в том числе и администрации, и самого Центра диагностики и консультирования, их филиалы, мы понимаем, что это очень хорошая работа, она осуществляется как точка опоры, где родители могут получать именно все нужные им консультации и ту работу, которая поможет детям адаптироваться в данных условиях учебного процесса. Руководитель Славянского филиала Центра диагностики и консультирования Марина Белик рассказала об организации специальных условий для детей с расстройством аутического спектра в общеобразовательных организациях. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют равные со всеми права на образование. Образование – неотъемлемое право человека. Обучать детей с особыми потребностями, конечно же, необходимо в психологической, комфортной среде. Этим детям для получения образования нужно создавать адекватные условия, равные с обычными детьми возможностями. Все должно проходить в рамках образовательных стандартов. На первом месте остается все равно лечение, оздоровление, воспитание, а затем уже подсоединяем и соединяем самообучение. А для самореализации необходимо включать этих детей в разные виды социально значимой и творческой деятельности. Заместитель главного врача Славянской ЦРБ по детству и родовспоможению Галина Сегайло осветила важность своевременного выявления детей с расстройством аутического спектра. Определены инструменты для раннего выявления рисков распространения рас. Какие основные моменты? Первое – это информированность о рас, медицинских специалистов детских поликлиник, потому что все начинается практически с педиатра или врача в чьей практике, а также информированность родителей. Для этого тоже есть определенные механизмы. Второе – это выявление флажков, красных флажков аутизма, так мы их называем, потому что эти красные флажки, они проявляются уже в самом раннем возрасте. Представители образовательных учреждений проинформировали собравшихся, как организована работа с детьми с расстройствами. Состоялся серьезный, заинтересованный разговор о важных аспектах очень нужной деятельности. Вопрос для нас достаточно интересный, потому что количество детей с данным диагнозом ежегодно увеличивается. У нас таких детей примерно 37, много детей с пограничными диагнозами, поэтому выстроить логику в работе систем здравоохранения, системы образования и поэтапность в получении от дошкольного до лучшего образования с этим детям очень важна. Именно цель нашего сегодняшнего мероприятия – выстроить данную принципиальную работу как на территории нашего района, так и совместно с нашими краевыми коллегами на уровне. И для солдатского района. Участники мероприятия подняли актуальные проблемы межведомственного взаимодействия, позволяющего сделать процесс психолого-педагогического, медицинского, социального сопровождения детей с расстройством аутического развития непрерывным. В ходе заседания круглого стола был обозначен ряд перспективных задач, решения которых требуют системного подхода. Прежде всего, это укрепление кадрового потенциала и расширение возможностей взаимодействия всех заинтересованных служб. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».